Эта игра всегда окутывала нас зловещей атмосферой московского метро. Эта игра рассказывает об истории обычного парня, который ступил на скользкую сталкерскую тропу. И название этой игры – Метро. Первая игра данной серии положила начало в 2010 году. Разработкой игры занималась украинская компания 4A Games, большинство сотрудников которой ранее работали в небезызвестной JSC Game World. Сюжет основывается на одноимённом романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033», но со своими правками. История данной игры разворачивается в постапокалиптической Москве, преимущественно в московском метро, где всё начинается со станции, где вырос главный персонаж Артём. Но иногда игрокам приходится выбираться на поверхность для выполнения важной миссии в поисках чего-либо ценного. Локации были сделаны на основе реальных станций, но в более заброшенном и зловещем виде. В туннелях метро происходят очень странные вещи, например, жуткие шумы, пение тоннелей, аномалии и силуэты людей. На поверхности вас ждёт ещё большая опасность, так как там повсюду веет радиация, и вся местность пропитана овтравленным воздухом, поэтому нужно постоянно носить противогаз. Музыкальное сопровождение было написано композиторами Алексеем Амельчуком и Георгием Белоглазовым. Метро 2033 продалось тиражом в полтора миллиона копий, что считалось провальным, так как издатель плохо прорекламировал игру, но игра нашла место в сердцах игроков. Сиквел в стенах студии разрабатывался на трёх принципах. Сохранить ту самую зловещую атмосферу первой игры, увеличить арсенал оружия и сделать игру технологичней предшественницей, что у неё прекрасно получилось. А вышла данная часть 14 мая 2013 года. Сюжет игры не основывается на второй книге Дмитрия Глуховского, однако он выступил сценаристом к этой части. Игра является альтернативным продолжением прошлой части, продолжающим истории Артёма и Рода Чёрных. В данной части появилась кастомизация оружия. Например, на автомат ублюдок можно повесить прицел, ЛЦУ и сменить приклад на более удобный, а на дуплет можно ещё прицепить два ствола и никакие опасности вам не страшны. В игре тоже, как у предшественницы, две концовки, хорошая и плохая. Чтобы добиться плохой концовки, нужно сметать всё на своём пути. А если ты хочешь завершить игру хорошим финалом, то нужно совершать добрые тела и свести убийство к нулю. Выглядит созданный 4E Games мир шикарно, и дело не только в графике, которая традиционно хороша. Да, есть небольшие претензии к моделям персонажей, но локации просто великолепны. Панорама разрушенной Москвы выглядит завораживающе и пугающе одновременно. Каждая станция метро самобытна, на каждой кипит жизнь. Кто-то рассказывает детям о том, как выглядели животные, которых те никогда не увидят. Танцовщицы перемывают косточки подругам. Где-то рейнджеры объясняют безутешной женщине, почему её муж больше не вернётся домой. А маленькая девочка очень не хочет, чтобы папа вместо рыбы выудил из канала рака, такого, от которого умерла мама. А немного позже вышли к данной игре дополнения. А через год выходит Metro Redux, переиздание прошлых двух игр, улучшающий графику и дополняющий геймплей. Кстати, после запуска данного издания были удалены с площадки Steam оригинальные игры. А 15 февраля 2019 года мир увидел в свет третью игру серии Metro с подзаголовком «Исход». Я не буду затрагивать тему с переносом игры на иную площадку, а рассмотрим в собу заключительную часть. Действие триквела разворачивается спустя два года после событий «Луча надежды». Артёма окутывает воспоминания из Останкинской телебашни и вспоминает о том, что он слышал чьи-то сигналы, не из Москвы. Поэтому он организовывает вылазки на поверхность, которые явно не понравились жителям метро. И в итоге Артём проливает свет на происходящее в России, и из-за этого он должен был с группой Спарты и своей женой Анной немедленно покинуть московское метро на угнанном у Ганзы вагоне. Огромное спасибо я хочу сказать художникам из 4A Games, а именно за то, что они передали всю атмосферу выжженной радиацией России и Республики Казахстан. За то, что уделили много внимания деталям, также за великолепные пейзажи и за визуальное разнообразие. Игра прилагает максимальное усилие для того, чтобы выехать за счёт различных подробностей, и у него это получается. Разработчики не поленились и постарались добавить в сюжетный коридор несколько забавных плюшек, которые немного освежают игру. Например, появилась отличная система крафта и сбора двух основных ресурсов. Вы можете создать некоторые расходные материалы при помощи походного рюкзака Артёма, или же до неузнаваемости переделать оружие на верстаке. Нельзя не рассказать про передвижной дом Артёма и его товарищей. Паралос Аврора – хаб, где можно безопасно провести время, общаясь с компаньонами, слушая радио и разглядывая виды. Перекор – для курящих отличная возможность провести время за любимой вредной привычкой, а не курящие могут сделать одну затяжку для вида и внимательно слушать рассказы под мерный шум колёс и прилетающие мимо виды. Каждое действие имеет последствия. Жить серой моралью можно, но это странно выглядит. В этой локации ты убиваешь всех людей, а вот в этой ты никого не трогаешь. Проще выбрать позицию на всю игру и отыгрывать определённую роль, ведь это непосредственно влияет на финал, да и обитатели уровней оценят поведение Артёма, подмечая это в своих репликах и действиях. Позже, после выхода игры, через некоторое время увидел светодополнение под названием «Два полковника», который рассказывает историю падения Новосибирского метро и печальную историю полковника Хлебникова. А совсем недавно Дмитрий Глуховский в своём инстаграме заявил про разработку следующей части и то, что он задумывает сюжет новой игры. Ну а на этом всё. У микрофона был Эбис. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok